Новая C-шка в кузове W206 продаётся в Европе с весны, но в её семействе уже пополнение. Представлен кросс-универсал All Terrain. Интересно, что в истории C-класса таких машин ещё не было, а для Мерседеса вообще это всего лишь второй такой опыт после аналогичной Е-шки в актуальном поколении W213. Как водится, базовый универсал не потребовал много переделок. C-шки приладили новые бамперы и решётку радиатора, расширили колёсные арки и приподняли клиренс на 40 мм. Из менее очевидного — дополнительная защита днища и усиленные поворотные кулаки. В меню выбора ездовых режимов добавлены два пресета — Off-Road и Off-Road Plus, который влияет даже на матричные фары. Во внедорожном режиме они светят шире. Выбор силовых агрегатов сведён к двум турбомоторам — полуторалитровому бензиновому и двухлитровому дизелю. Оба оснащены 48-вольтовым стартер-генератором, который на разгоне подкидывает ещё 20 л.с. и 200 Нм. Трансмиссия общая, это девятиступенчатый автомат и полный привод, кстати, постоянный, с межосевым дифференциалом, который по умолчанию 55% момента отправляет назад. Мировая премьера C-класса All Terrain состоится в сентябре в Мюнхене. Европейские продажи начнутся до конца года, но цены пока не названы. Российский офис Мерседеса привозить модель к нам не планирует. Никто не планирует везти к нам и флагманский кроссовер Lincoln Navigator. Хотя в США это довольно популярная модель с ежегодным тиражом в 15 тысяч штук. Её только что настиг плановый рестайлинг. Мелких изменений много. Бамперы, увеличенная решётка, новые матричные, причём уже в базе фары, переделанные задние фонари с трёхмерным эффектом. Сходу обновлена и дорогая версия Black Label, которую выбирает каждый пятый клиент. У неё теперь есть четыре дизайнерских исполнения, например, Central Park и Invitation, отделанные тёмным орехом или африканским красным деревом Haya. Но главные обновки электронные. Внедрена свежая медисистема Sync4. У неё дисплей на 13 дюймов вместо 10, улучшенный голосовой помощник и интернет-сервисы, включая обновления по воздуху. А ещё навигатор получил трассовый автопилот. Адаптивный круиз-контроль обучен удерживать машину в полосе и на многих американских автострадах позволит снять руки с руля. В общей сложности обещают 209 тысяч километров маршрутов. Хотя обязанность следить за дорогой с водителя не снимается. За его головой и взглядом наблюдает камера. Адаптивна теперь и пружинная подвеска. Вперёд смотрящие камеры изучают рельеф дороги, а электроника меняет жёсткость амортизаторов. Продажи машин в Америке начнутся весной 2022 года. Дореформенные навигаторы стоят минимум 77 тысяч долларов, а в комплектации Black Label почти сотню.